Антарктида Морской леопард. Думаю, абсолютно все знают, кто такой леопард. Это все знать. Все знать. Эта изящная кошка является одним из самых опасных хищников планеты. Но куда меньше людей знают о существовании морского леопарда. С обычным леопардом их объединяет разве что название и окрас, ведь морской леопард – это тюлень, а не представитель семейства кошачьих. Своё название он получил благодаря пятнистой шкуре, хотя с обычным леопардом его связывает и хищное поведение. Пожалуй, именно это создание можно назвать самым опасным животным в Антарктиде. Я безумно испугался. Морской леопард – это большой хищник длиной в 3-4 метра и весом около полтонны. Благодаря приличным размерам, а также агрессии, острым зубам и скорости, достигающей 40 км в час, морской леопард едва ли знает себе равных на всем ледяном континенте. Он постоянно охотится на разных тюленей и пингвинов, а в воде поедает рыбу и криль. Все бы ничего, но морской леопард опасен даже для людей. Полярникам и обычным туристам стоит быть очень внимательными, находясь в лодке или стоя у края льдины. Морской леопард может в любую секунду выскочить из воды, зацепить человека и утащить его на огромную глубину. К сожалению, такое уже происходило. В 2003 году ученая Кристи Браун стала жертвой морского леопарда, когда хищник схватил ее, утащил на глубину 70 метров и удерживал зубами, пока женщина не утонула. Южный морской слон Знакомьтесь, это самый крупный тюлень в мире. Южный морской слон получил свое название из-за очень большого размера тучного тела и кожного мешка на носу у самцов, раздувающегося в крупный шар во время беспокойства или в период брачных боев. Правда, в отличие от обычных травоядных слонов, этот слон очень даже хищный. Эти хищники достигают почти 6 метров в длину и весят около 4 тонн. Даже грозный морской леопард кажется крохой на их фоне. Проклятие! Ах ты мой маленький щусик-пусик, бедняжка! Ой, ой, он уходит, мордочку покоряв! С виду южные морские слоны выглядят достаточно мило, как, собственно, и остальные тюлени. Но не стоит обманываться. Эти создания сбиваются в большие колонии и удерживают приличные территории. Они не любят чужаков. Лучше исчезните отсюда. Нарушение границы – это преступление. Мы просто мимо проходили. И при случае могут напасть даже на человека. О животных и говорить не стоит. С ними эти грозные тюлени вообще не церемонятся. Также они часто устраивают поединки между собой. Обычно это делают самцы, дерущиеся за самок. В Антарктиде они чувствуют себя очень уверенно, ведь врагов у них только двое – морской леопард и касатка. С касатками, кстати, они нередко сражаются прямо у берегов. К слову о касатках, их тоже можно смело заносить в ряд самых опасных животных Антарктиды. Как минимум потому, что обитают эти киты-убийцы и в южных водах. Касатки – одни из самых опасных морских обитателей в принципе. Это идеальный хищник. Касатки вырастают до 10 метров и весят 8 тонн. Они могут похвастаться массивными и острыми зубами длиной до 13 сантиметров, с помощью которых легко разрывают даже крупную добычу. Помимо этого, касатки – очень умные создания, которые сбиваются в стаи и охотятся, используя продвинутые тактические методы. Например, больших акул они таранят прямиком в бок, причиняя им боль и затем выедая богатую энергией печень. Крупных китов они окружают и выматывают, после чего делят огромную добычу. А тюлени они сбрасывают с льдин, устраивая волны, которые смывают бедолагу прямиком к китам-убийцам. Касаток можно назвать жестокими созданиями. В отличие от многих других хищников, которые мгновенно убивают жертву и тут же приступают к трапезе, эти создания могут сначала поиздеваться над жертвой. Они хотят поиграть! Они нагуливают аппетит! Я бы тоже чего-нибудь съел! Например, они любят подбрасывать тюленей высоко в воздух, так они глушат их об воду. Помимо этого, они могут подплыть прямо к берегу, схватить добычу и начать избивать ее о мелководье или песок на глазах у сородичей жертвы. Одно радует – для человека касатки безопасны, в дикой природе они никогда не нападают на людей. Более того, с этими киллерами можно даже плавать. Это не всегда работает с кашалотами – очередными обитателями антарктических вод. В целом, кашалоты, как и другие киты, нападают на людей и даже могут поплавать вместе с ними. Однако раненый кашалот крайне опасен. Разъяренные кашалоты могут набрасываться на дайверов, топить лодки и корабли и даже убивать моряков. Но все же основную опасность кашалот представляет для животных. Как и все зубатые киты, он является хищником, причем очень большим. Кашалоты достигают около 20 метров в длину и весят до 40 тонн. Основу рациона составляет рыба и моллюски, но иногда кашалоту приходится вступать в бой с касатками. Обычно касатки нападают на детенышей кашалота, и в этом случае стая кашалотов занимает круговую оборону. Они окружают малыша и не дают китам-убийцам к нему подобраться. Как правило, такая защитная тактика работает. Есть у кашалотов еще один враг и источник пропитания – гигантский кальмар. Одно из самых жутких существ во всем мире, которого можно запросто встретить в глубоких антарктических водах. Поговорим и о нем. Гигантский кальмар – это самое настоящее чудовище. Считается, что именно он стал прототипом Кракена и гигантского спрута – легендарных созданий. Это неудивительно, ведь когда в древности моряки видели в воде 20-метрового моллюска с глазами размером с тарелку и жуткими щупальцами, они пугались не на шутку. Кракен! По сути, гигантский кальмар не опасен для человека. Во-первых, он обитает слишком глубоко и редко показывается на поверхности. А во-вторых, не является активным хищником. Огромный моллюск обычно зависает в толще воды и ждет проплывающих мимо жертв. Как правило, ими становятся анчоусы, а также другие кальмары и зоопланктоны. Но иногда ему самому приходится отбиваться. Главный враг гигантского кальмара – кашалот. Этот зубатый кит может погружаться на глубину нескольких километров, поэтому огромным моллюскам от него никак не скрыться. Также гигантским кальмарам приходится выяснять отношения с другими опасными хищниками Антарктиды, в том числе с косатками и южными морскими слонами. Тюлень Уэдала Надо сказать, что фауна Антарктиды достаточно скудная. Тут не так много по-настоящему опасных созданий. В какой-то степени опасным можно назвать и тюленя Уэдала – самого известного тюленя Южного полюса. Правда, опасен он только для небольших морских созданий. Эти милахи тоже хищники. Правда, в отличие от морских леопардов или южных морских слонов, они не так опасны по отношению к человеку. А вот антарктическим рыбам, ракообразным и головоногим моллюскам стоит держаться подальше от этих клыкастых пухляшей. Те охотятся именно на них, причем на глубине, а от тюленя Уэдала вряд ли скроешься. Эти хищники опускаются до 800 метров под воду, где хватают добычу. Кстати, эти существа интересны тем, что делают себе продушины в толстом антарктическом льду. Это что-то вроде проруби, через которую тюлень может всплыть на поверхность и подышать воздухом. Эти отверстия тюлени Уэдала создают с помощью своих острых клыков, буквально выгрызая себе путь к свежему воздуху. Новый лед они соскабливают по мере на мерзание. Делать это приходится часто, поэтому у старых тюленей резцы и клыки бывают сломаны. Животные – это лишь одно из немногого, что можно рассказать про Антарктиду. Этот удивительный континент представляет интерес и в другом плане. Например, здесь часто проводятся исследования и совершаются открытия. За последние месяцы ученые сделали несколько важных открытий. Предлагаю узнать о них. Озеро Самым известным и крупнейшим подледным озером в Антарктиде является Восток. Его открытие стало настоящей сенсацией. А недавно ученые обнаружили еще одно интересное подледное озеро, которое назвали Сноу-Игл или Снежный Орел. Они нашли его под слоем льда на земле принцессы Елизаветы в Восточной Антарктиде. Озеро имеет длину около 42 километров и площадь 370 квадратных километров. Таким образом, это одно из самых больших подледных озер во всей Антарктике. Исследователи считают, что оно может содержать информацию о том, как образовался Восточно-Антарктический ледяной щит. Изучение озера сможет пролить свет на многие процессы, связанные с Антарктикой и ее формированием. Колония рыб В начале этого года ученые обнаружили в Антарктиде крупнейшую в мире гнездовую колонию рыб. Она была найдена немецкой экспедицией в море Уэддала. Да, так называются не только тюлени. Колония включает в себя десятки миллионов гнезд и охватывает площадь 240 квадратных километров. Это чуть меньше площади Мальдив. Как оказалось, в гнездах содержатся ледяные рыбы. Это уникальные создания с прозрачной кровью и единственные позвоночные, у которых нет эритроцитов. Чтобы выжить при низких температурах, рыба выработала в своей бесцветной крови белок-антифриз, который противодействует формированию кристаллов льда. Открытие ученых стало уникальным. Подобные экосистемы они еще нигде не видели. Скорее всего, изучение колонии позволит исследователям лучше понять, как ведет себя жизнь в экстремальных условиях. Но все эти открытия могут оказаться бессмысленными, ведь несколько месяцев назад ученые пришли к выводу, что Антарктида стремительно исчезает. Континент активно тает буквально на глазах. Лед тает. Стены скрипят. Скалы трещат. Скоро придется бежать на перегонки с водой. Ученые винят в этом теплые ветры, которые дуют в этом году, а также общее потепление. Если все продолжится такими темпами, то уже через несколько десятилетий от Антарктиды может ничего не остаться. В таком случае уровень Мирового океана сильно вырастет, и многие населенные пункты окажутся под водой. Но пока это лишь предположение. Не исключенный вариант, при котором с Антарктидой все будет нормально. На этом все. Напишите в комментариях, хотели бы вы посетить Антарктиду. И спасибо вам большое за просмотр.